Отвод или развод? Противостояние с нацистами? Новый формат квартала 95. Максим Максимов специально для Украина.ру. Последние события в Киеве и Донбассе напоминают шоу, сценарий которого написал министр МВД Арсен Аваков. Мирный процесс натужно сдвинулся с мертвой точки. Несмотря на угрозу нацистов поднять мятеж, отвод украинских войск в районе Золотого начался. Аваков гарантировал эту операцию от вмешательства нацистов, хотя они остались в зоне ООС с его же благословения. Отвод ВСУ вызвал много оптимизма. Пишут, что встреча в нормандском формате обеспечена, анонсируют крупный обмен пленными. Слишком гладко, чтобы быть правдой. Правда и ложь. Все, что говорит и делает украинская сторона имитация. Увы. Но никакого отвода войск не было. Был спектакль. Киев уже давно манипулирует информацией с линии фронта. Нет никаких оснований верить штабу ООС. Украина уже не раз показывала отвод тяжелого вооружения, если кто-то забыл. Реальность с лицом Порошенко можно изучать по событиям при Авдеевке, от которой он отвел в кавычках тяжелое вооружение в июле 2015-го. В 2018-м там была настоящая война, а украинские танки вели огонь в прямом эфире прямо из жилых кварталов Авдеевки. Никаких оснований верить Киеву на этот раз тоже нет. Украинская сторона лишь имитирует уход спиритка на километр от линии фронта. Принципиально ничего не меняется, а обстановка не делается безопаснее. Нет смысла даже в имитации отвода войск, потому что не было семидневного режима тишины. Последний обстрел был 26 октября. А соблюсти тишину невозможно. Командеры разложившихся так называемых воинов света контролировать не могут. Киев не может гарантировать режим тишины, потому что в самом Киеве, в самом центре Майдана 27 октября хоронили террориста, который пришел в кафе и взорвал там боевую гранату, убив себя, охранника, ранив прохожего. Бандита хоронили всем крещатиком. Жертва теракта такой чести не удостоилась. Ведь террорист, так называемый ветеран АТО, его позывной сенсей, все ветераны АТО в заношенном, провонявшем потом алкоголем халявном американском камуфляже, священной коровы, которых нельзя трогать, как бы ни был омерзительен их облик и поступки. Если бы Зеленский назвал покойного террористом или осудил шизофреническую церемонию, связанную с ней безумием, на Майдане в тот же вечер бушевали бы тысячи клонов самоубившегося сенсея. Команду Зе страшат эти инфернальные креатуры. Либертарианцы стараются их не злить. Обитатели днища Чтобы понять суть того, что происходит, важно не поддаваться иллюзиям, которые имитируют киевские власти и их западные партнеры. Они и в 2015 году не собирались выполнять Минские соглашения. Нет у них таких планов и теперь. Ради этого к власти на Украине привели настоящих шоуменов во главе со стендап-комиком, мастером иллюзий. Они играют положительных героев, но есть в пьесе про желание Киева достичь мира и очень плохие парни, которые расплодились на Евромайдане, организовались в АТО, а теперь именуя себя ветеранами заявляют, что только они обладают исключительным правом на власть. Именно они сорвали подписание формулы Штайнмайера, выйдя на многотысячные протесты 6 октября. Может, тебя и выбрали? 73%, но контролировать будут 25%. Привыкай. То есть, привыкайте. Написал заочно обращаясь к Зеленскому участник Штайнмайер Майдана, телеведущий и шоумен Дмитрий Чекалкин. 22 тысячи лайков и 10 тысяч перепостов заработал его манифест в Фейсбуке. На том Майдане был не только Чекалкин, но и журналист Виктор Трегубов, пятый президент Петр Порошенко, нацист Дмитрий Корчинский, журналист Виталий Портников. Это респектабельная вершина тех самых 25%, кто непримиримый враг Зеленского и любой формы достижения мира. Они свергнуты с вершины власти этим летом, отлучены от схем и денежных потоков. Согласиться с этим они не могут, поэтому они никогда не успокоятся и ничему учиться не будут. На том протесте не было Андрея Белецкого, фюрера нацкорпуса и неформального командира нацистского Азова. Это тоже важный факт. Факт. Те помайданили и разошлись. Могут помайданить еще, как прошлой ночью у офиса президента на Банковой. А эти профессионалы, которые делали грязную работу на фронте, где с оружием в руках угрожали воспрепятствовать отводу войск. Подробнее о них будет рассказано ниже. А пока вернемся к движущей силе антизеленки, как себя уже называют новоявленные оппозиционеры. Сверху отъявленные пропагандисты, певцы крови и войны до победного конца, сплотившиеся благодаря щедрым грантам и зарплатам вокруг пятого президента. Все они занимались пропагандой войны, военным туризмом в виде кратковременных посещений зоны АТО. Селфи в американской каске и бронежилете с автоматом на фоне танков и в окопах, их визитная карточка. Они идейные борцы за денежные знаки. А вот массовка – это сенсеи, много сенсеев с перегаром в заношенных американских камуфляжных кортках, которые носят летом и зимой. Их визитка – зеленая боевая граната F1, с которой изуродованные физически и нравственно люди дна не расстаются даже во сне. Таким был погибший террорист Виктор Дегтярев, участвовавший в мятеже 13-14 годов, а получив ранение в карательной операции АТО, ставший никому не нужным. Он мытарился в Киеве с семьей, меняя съемные квартиры. С последней его выгнал хозяин, и сенсеи жил в штабе созданной им организации «Купол», с помощью которой аккумулировал деньги. Сильно пил. На последний выход отправился, когда музыка из бара рассердила его. Там и применил боевую гранату. Очень рядовой, типичный случай. Таких людей очень много. Все они – обитатели дна. Инфошум и реальность Когда вы читаете, смотрите, слушаете СМИ, где кто-то отводит войска, где-то готовят нормандский формат, когда-то будут меняться пленными, знайте, что все это лишь имитация. Реальность имеет вид убогого гроба с сенсеем внутри посреди Майдана, которому стоит очередь одетых в поношенный камуфляж неопрятных людей, ждущих возможности встать на колени, чтобы поцеловать холодный желтый лоб трупа. Этот ритуал расписывают в самых героических красках украинские СМИ, ни слова не говоря об убитом Дегтяревом, сенсеем, охраннике кафе и раненной осколками девушки. Именно такой страной, именно таким обществом руководит Зеленский. Именно их нужно убеждать, что мир Украине нужен как воздух. Продолжение конфликта с Донбассом станет началом полномасштабной гражданской войны. А призывы довести этот срам до победного конца – самая мрачная форма шизофрении, поскольку на такой стадии связь с реальностью потеряна, пациент уже воплотился в кого-то другого. Так с кем же мы имеем дело? Разберем случай в Золотом, где Зеленский вел разговор с сенсеями в уличной манере. Они якобы угрожали с оружием в руках воспрепятствовать отводу войск. Зеленский якобы случайно при посещении Золотого наткнулся на их стойбище. Якобы случайно эту беседу сняли с нескольких ракурсов, из чего при монтаже получился впечатляющий видеоряд, который тут же разогнали по сетям и телеканалам. Хайп чисто случайно работал на всех инфоплощадках идентично, как под копирку. Были задействованы все телеграм-каналы, работающие на образ Зе. Чисто случайно две активистки записали агрессивный стрим с угрозами жизни Зеленскому, и никто их даже не вызвал на беседу в СБУ. Зато стали приглашать в прямой эфир украинских ток-шоу. Белецкий, который есть командир СНСФ из Золотого, стал смешон, то давая за 10 дней на что-то, то угрожая 10 тысячами ветеранов. Инфошум работает в едином ритме сценария большого спектакля. Но отвод войск состоялся все равно, хотя на самом деле нет. Занавес. Аваков сообщает о том, что оружие ветеранов вывезли. Ветераны утверждают, что нет. На самом деле никакого оружия не было, как не было и ветеранов, объявивших намерение с оружием в руках помешать отвезти войска. Это все свинское надувательство, как и говорящие с бунтовщиками по Афине Зеленской. Статистиками являются и две мошенницы-матершинницы, угрожавшие смертью шестому президенту. Большой спектакль, где главная роль у Зе. Он играет президента Рэмбо и украинского Путина. Арсен Аваков – единственный гарант стабильности и правопорядка в стране. Периметр вокруг Золотого будет охранять Национальная гвардия и полк Азов. Министр МВД пообещал президенту, что он не допустит провокаций в момент разведения войск, а правоохранительные органы будут действовать согласно Конституции Украины, пишут ресурсы команды Зе под копирку. Так Аваков стал еще и гарантом соблюдения Конституции. Правда, некоторые члены информационной подтанцовки читают либретто иначе. Утверждают, что Зеленский боится Авакова, который узурпировал монополию государства на насилие, что решение о его увольнении уже принято, просто никто не знает, как это сделать по-хорошему. Отставка министра внутренних дел Украины Арсена Авакова должна состояться в начале декабря 2019 года, обещают они в Телеграме. Другие пишут, что Аваков не хочет уходить в отставку и будет из-за кулис поддерживать готовящиеся к годовщине начала Евромайдана уличные протесты, в которых будет участвовать еще и Тимошенко при поддержке Кличко. Зеленский потеряет контроль над улицей и будет вынужден пойти на компромисс. Тимошенко станет премьером, а Аваков – вице-ком, курирующим силовой блок. Каркают анонимные источники. Ничего хорошего в такой обстановке случиться не может, как не могут быть хорошими парнями сенсеи с днища и их политическая элита. Последние не просто недоговороспособны. Они намеренно имитируют то, как им трудно работать, разыгрывая сценки с нанятой для этого массовкой. Водят в заблуждение, хотя в реальности ничем и никем не командует. Да и что делать – не знают. Все это грустно. Максим Максимов Отвод или развод? Противостояние с нацистами. Новый формат квартала 95.